Всем-всем доброе утро, зрители нашего канала. Доброе-доброе солнечное утро из Кемера. Смотрите, какой потрясающий вид. Птички поют. Мне просто вид этот завораживает. Птичка вон какая-то в веточках пальма. Так, какие планы на сегодня? Сейчас мы идем на завтрак, а потом отломимся дальше путешествовать. Хотим заехать в каш. В общем, посмотрим. Все, что с нами будет происходить, будем вам показывать. Сейчас пойдем позавтракаем и поедем дальше. Говорит тихо, потому что еще соседи спят. Ну, кстати, может быть, уже не спят. У нас здесь завтрак с 7 до 9, по-моему. Что-то я забыла. Завтрак, по-моему, до 9, да. Поэтому на завтраке всегда свободные места есть на улице, в ресторане. А вот на ужине мест не хватает. Если ты пришел ровно на ужин в 7, то надо поискать. Вчера я видела даже в здании, в помещении ресторана, там люди ужинали. Нет места. И мама с дочкой так возмущались. Почему я должна заранее занимать место? Я приехала отдыхать. Ну, я согласна. Нужно, конечно, рассчитывать столы на отдыхающих. Ну, и, конечно, вот сразу вам себя показывала, сразу огромная очередь. Но потом через полчаса очереди это и нет. Поэтому, ну, столы не освобождаются, потому что все пришли на ужин и сидят все почти целый час. Вот. Ну, и насчет уборки ни разу мы не видели, чтобы где-то здесь что-то мыли. У нас ни разу не меняли полотенце. Вообще, в наш номер никто не заходил. Ну, не заходили, не заходили. Ну, поэтому все-таки это бюджетный отель. Если на него цена низкая, ну, в принципе, мы, знаете, сделали вот это для молодежи. Допустим, людям более старшего возраста я бы не советовала. Особенно, если вот сюда окна выходят. Здесь вот дискотека, музыка, бассейн, вчера. Все спят, тут музыка орет и все. Ты шептала, знаешь, во сколько? Получетвертого шептала. А сейчас времени почти семь. Вот такие дела. Ладно, пойдемте с вами на завтрак. Так. Вот, видите, на завтраке все спокойно. Всем места хватает. А на ужин уже не хватает. Так, Лена, где-то вчера здесь покрывала высоко. Ой, Юрочка идет. Вот, вон Лена покрывала, Лена. Привет, Юрочка, доброе утро. Так, эти шуршаки позанимали. Лена вчера забыла вечером. Но нет, там сломано лежак. Кофе, кстати, я здесь не пью. Капучино я в первый день выпила. Я не могу такое пить. Это такое, знаете, как вот, низ кафе 3 в 1. Кто любит, тогда можно пить. Я не люблю, мне не понравилось. Ну и вот за ужин все. Полный аншав, конечно. Так, куда-то делась. Посмотрим. А так вот в еда нормальная вкусная. Вот у нас. Так, завтрак. Йогурт, оливки. Сейчас возьму. Так, здесь делают яичницу. Вот она. Яичница. В общем, вот так вот. Каша молочная. Кашу сегодня не буду у нас. Пинца. Пинца. Разбуболочка. Ну и вот. Арбуз, дыня. Клепи и варенье. Ну, в принципе, для завтра пока достаточно. Ну, видите, всем нам чайник принес. Всем чай налил. Кошечки нас ждут. В общем, мы с Леной сделали вывод, что это только для молодежи, которая приезжает на неделю потусить отель. Взрослым здесь делать нечего. С ума сойдут. А вы вчера в номере или здесь? В номере поснимали. Нет, мы сюда не походили. Здесь было до 12 вот это. Да, мы же уснули с Леной. Я уже не слышала. Я видела, что тут под конец 5 человек осталось после пены ночевинки. Путером они тут уже. Вот, потусить. Тут, конечно, молодежь знакомится между собой. Танцует на дискотеке. Потом ходят вместе на море ночью. Потом у них тут ночной суп. Вот. Ну, я уже повторилась в том видео. Скажу, что ни маме, ни Ване здесь бы, конечно, не понравилось. Нам-то все равно. Мы на три ночи. Нам нормально, бюджетненько все устроило. Ну, потому что мы заплатили еще раз в 33 тысячи за три ночи по деньгам. Мы по деньгам останавливались. А вот так вот выбирать на 10 ночей, допустим, я бы этот отель не выбрала. Ни за что бы не выбрала. Не знаю. Ни Аскаймак не выбрала. Ни этот бы отель. Вот. Даже если потусить. Ну, у всех разные предпочтения. Многие здесь отдыхают. В общем, у всех все по-разному. Поэтому я высказываю свое мнение. А вы пишите свое. Ну, завтрак здесь вкусный. А вкусный, оливки, яйца, чайок. Это все хорошо. Так, все, мы позавтракали. И теперь идем собирать чемодан. У меня уже собран с вечера. Мне как-то времени было достаточно. И чем там собирать? Десять минут и он собран. Тут целое хозяйство. Смотрите, куры. Хоп-хоп-хоп. А где этот сад-то апельсиновый? Сейчас, вон туда, дальше. Вы развлекаетесь тут, да, с птичками? Нет-нет, открыто. Открыто, пойдем. Вот гранаты. Ой, нет, авокадо. Ой, кролики тут, смотри. Вот. Смотри, какой малыш. Вот так вот. Ты какой хороший. А, слушай, ну это апельсиновая роща. О, они, видать, видите, совсем ручные. Все их кормят, туристы приходят. Смотрите, какая шикарная апельсиновая роща. Будет вкусный апельсиновый сок. А мы пришли за лимонами. А лимон и зеленый. Интересно, давайте попробуем зеленый сорвать. И в дороге. Блин, можно зеленый, интересно, есть? Как вы думаете? Вот они. О, нет, они еще совсем. Нет, пусть растут. А что это, интересно, что это, честное хозяйство? Кто отель содержит, или другое? Вот они, лимонные. Да е-мое, смотрите, какие мухи на зубле. Вот. В принципе, мы не пожалели, что остановились в этом отеле. Ну, еще раз говорю, на 10 дней вряд ли мы приехали бы сюда. Хотя, кто его знает? Ой, тут целая делегация за мной идет, божечки. Какие они такие интересные. Какой-то сорт интересный. Не сорт, а вид. Смотри, все. Я иду, и они прям за мной, делегации идут. Вот. Красота. Ладно, пойду за чемоданом. Что там, ищите, червячков? Копаете? Очень интересные. Я таких и не видела. Смотрите, что за сорт такой. Что за вид? Я таких кур и не видела раньше. Сорвала все-таки зеленый? Ну, он такой уже, может быть, можно добавить. Ну, ножи же есть в своей стороне. Порезать в пакетик. Вот таким ножом, мне кажется. Нормально. Не хватает, да, лимончика, да? К чаю. Ну, у них, наверное, когда созреют. Ну, конечно, я тоже думаю, что будет много. А кури, я так думала, мы именно их, наверное, едим. А, может быть. Ну, а что, хозяйство, конечно, содержать от их-то. Такие пушистики. А у кроликов еда здесь есть. Вот такие симпатичные, да? Прям хочется их почискать. Там кошка, вон, твоя, черная. Ну, все, она уже опоздала на завтрак. Кто-нибудь покормит. Поедочки. Кроликов кормят. Слушай, значит, может, тут и кроликов дают? А может быть. Ну, они же их не просто так выращивают, сто процентов. Ну, честно, дадут погладить? Не знаю, непонятно. Все. Так, ну что, дорогие друзья, все собрано, вещи собраны. Сейчас выезжаем. Я хотела сказать, что мне понравился лучший комментарий на сегодняшнее утро, который мне понравился. Проехать через всю страну для того, чтобы остановиться в отеле 50 лет октября. А это, конечно, люди с юмором, да. Не, ну, правда, есть, конечно, в ваших словах, что через полстраны проехать. Да, конечно, все же по финансам, понимаете. Кто-то может позволить дорогие отели, кто-то нет. Мы же в Грузии потратили. Сейчас здесь, сейчас дальше едем. Поэтому, ну, как бы нас устроило. Вот эти, где еще номера есть. Понятно, что многие зрители оплевались. И я их тоже понимаю, потому что, ну, восхищение... Да, восхищение этот отель не вызывает. Ну, в принципе, все было нормально. Да, конечно, плохо с уборкой. Конечно, брызгливо, а брызгливым людям вообще в этот отель категорически ехать запрещается. Ну, что делать, что делать. Ладно, мы здесь провели три дня. Чудесных дня. Нам здесь не жить, поэтому мы здесь отправляемся в следующее наше путешествие. Это сложная такая. Вон, Лень, на сумку. Она ее с собой вовнутрь возьмет. Да, Лен? С собой вот эту? Ее на полку можно положить. Еле упаковали. У меня в чемодане вот этот графин грузинского вина. Я вот иногда думаю, ну, зачем я его купила? Чтобы возить, блин, по двум странам и привезти в третью страну. Ну что, экипаж машины боевой. Выезжаем до Каши. Сколько, Юр, ты хочешь ехать? Два часа сорок. Два часа? Два двадцать четыре. Все, спасибо, Кемер, за гостеприимство, за все. Ну, поехали. Писали. Оксана, ты говоришь же, что ты отдыхала в отеле Добидан и все показываешь его через забор. Я сказала, что Лена с мамой отдыхали и Ванечкой. Вот это говорит о том, что вы невнимательно слушаете видео. Я в этом отеле не отдыхала. Хотелось бы отдохнуть. Ну, честно, второй раз, допустим, я сюда уже не хотела бы приезжать. Одно отдых? Ну, да. Ну, вот как бы приехала один раз, посмотрела, и все. Я думаю, что Кемер – это маленький поселок, и лучше выбирать какие-то такие места, где есть хоть где погулять. Ну, вот смотри, здесь вот людям, в принципе, вот люди… Мы здесь только на релаксе. Не-не-не, если ты приезжаешь в хороший отель, вот как бывшая Альва Донна, ты туда, оттуда не захочешь выходить, там все есть внутри. Ну, как, но все есть, но все равно, вечером хочется куда-то выйти. Да никуда не хочется, потому что крутая анимация. Вот, допустим, мы раньше ездили, мы вообще никуда не выходили из отеля. Мне, допустим, анимация нафиг не нужна. Ну, вот тебе не нужна. Такая баня крутая не была. Вот, и ребята сейчас у меня отдыхали в отеле тоже, говорят, анимация крутая. Куда там выходить вечером? Никуда не хочется. Только на территории отеля. А сувениры вот здесь вышел, купил. Единственное, если крупные вещи такие, брендовые, то, конечно, в Анталию ехать. А так вот, зачем выходить, если у тебя клювый отель? Я думаю, так. Нет, туда песен-то полно. Какой-то город интересный, проезжаем. А, ну, что маленький такой? Кум-луга, что ли? Кум-луга. Кум-луга. Калуга. Калуга. Смотрите, помидоры, это столица. Да, да, да. Кум-луга. 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 Помидорная столица. Но Бургер Кинг на остановке есть. Да, помидор, помидор, сочинка. Смотрите, помидорная страна. Стадионы у них, прикиньте, какой хороший. Да не, мне кажется, вообще большое городишко такое. Цивильное такое. Ну, хотя... Ну, не поселок, именно городное. Да, Чок Гюзель. Как Чок Гюзель? Да, очень хороший. Чок, я знаю, это очень хороший. Чок Гюзель. Чок Гюзель. Чок Гюзель. Чок Гюзель. Красивый. Очень красивый. Гюзель. Гюзель, я знаю. Не Гюзель, а Гюзель. Гюзель. Гюзель, это имя девушки. Гюзель. Имя девушки. Слушайте, а мы когда у стоматолога были, он мне все время говорил, Чок Гюзель. Нет, тебе может послушалась. Может, он сказал, не тебе говорил, а звал свою ассистентку по имени Гюзель. Да, да, да. Да, да, он говорил, красивый Гюзель. Красивый Гюзель. И опустилась сразу. Покажи, смотрите. Маленькое апельсиновое дерево. А, ты на мойку ездил, да, вчера? Сюда, что ли? Нет, там в Анталии. А мы даже не заметили, что машина чистая. Нет, я заметила. А я нет. Перчики нарисованы. Ирмак. Акция, наверное, какая-то на перчики. Яман. Нет, острый и не острый. Ирмак и яман. Кстати, вот мы спорили. Ирмак это сладкий перец, а яман это острый перец. Кажется, я не знаю, вам не видно отсюда. Я не вижу вывеску. Сейчас мы поедем. Просто мы остановились на светофоре и рассуждаем, как переводится. А тут стройка во все идет. Ирмак у них отелька вообще. Вот, как переводится название. Что бы спускаться, мне кажется, тяжело. Смотри, как же, даже душ есть. Юра, а ты хотел бы, чтобы у тебя была машина, как вот это называется, на колесах дом? Ну, в принципе, клево, да. Ты хотел бы, чтобы на такой бы ты ездил? Ну, это прикольно. Даже можно... Ну, там, знаешь, что тяжело, Оксана? Походить вот эти все стоянки, где... Нет, ты же заранее, заранее сразу определяешь, где эти компинги и все приезжаешь. И там же не надо снимать тогда отель. Вот это... Постель твоя белоснежная, полотенца какие ты взяла из дома, да? Тебя же сразу к воде подключают, к канализации, к электричеству и все. Душек, по-моему. Отлично. Ну, вот я Петю с Ириской смотрю, они по Китаю путешествуют. Юра, там какие нужны права? Категории уже С, да? Чтобы вот дом на колесах ездить. Или Б подходит? Б подходит. А, Б подходит. Ну, он, наверное, стоит денег, да, такой? Дорого. Да. Сколько, интересно? Не знаю, полтора. Ну, я не знаю, что... И слушай, знаешь, что тяжело, наверное, вот так вот припарковаться, допустим, тут в город заехал, где хочешь парковку нашел, а на нем уже не припаркуешь. Ты тоже, это у тебя, грубо говоря, микроавтобус. Ты встал и встал, и все. Значит, нам надо это, чтобы ты приобрел... Там же ты можешь быть автономной. Приобретайте с Леной дом на колесах. Ага, счастье. Давайте просто в аренду возьмем, да поедем. Да, его же можно в аренду брать. Ну, а он же может быть убитый какой-нибудь. И будешь с ним учиться. Сейчас у нас есть. Пришел, посмотрел, выбрал, сел да поехал. То интересная тема вообще дом на колесах. Интересно, а вот четвером там будет тесно или нет? Конечно, тесно. Тесно, да? Нет, подождите, там есть разные. Там у них вот кровати здесь спускается кровать, там спускается кровать, там, там. Там на шесть человек есть кем-то. А ты смог бы управлять таким, да? Да, конечно. Легко, да? Нету проблем. Ну, а что, Юра, ты, господи, он проехал. Я на спринтерах ездил, на этих ездил, так что торгуюсь. Профессионал. Смотрите, впереди какая гора красивая. А на спринтере ехать сложнее или нет? Да нет, ты просто, тебе сначала нужно привыкнуть к габаритам. То есть нужно ощущать габарит масона? Да. Смотрите, мы прямо уже такая красотища. А мне нравится ездить вот на больших машинах. Нравится, да? Да. Но я ни разу в жизни на фуре не ездила. Ты же на 130-м зеле училась? Я на УАЗике училась. Ты что, на зеле? На зеле это категория С. Ну, я учился на зеле. Ну, так ты же мальчик. Я же девочка, я на УАЗике училась. А на фуре вы ездили? На фуре? Не, у нас не фуры, у нас большие машины были. Оксана, умею. Вот если ты умеешь на механике ездить, Умею. Вот тебе все равно, какая машина будет. Ну, я знаю, я и на фуре смогу, если нужно. На бела с тебя посажу, ты поедешь. Я знаю, потому что я училась на механике. А сейчас учит как-то отдельно. Ходишь на автомате. Сейчас можно без механики, да? Ну, вот мальчикам, я считаю, нужно механику все равно знать. Вот, допустим, когда Ваня пойдет учиться, я думаю, на механику. Ну, Ваня умный, он. Следующий у нас городок на пути. Ну, они все, в принципе, маленькие города. Очень похожи друг на друга. Все до сих где, аж прямо. Видели, смотри. Ну, сказали, посмотри. А Ваня очень популярная. Лет, посмотри. Наверху, где дома. Ничего себе строят. А, да, тюрька. Где? Вон. Слева. Там Марина, яхты стоят. Как называется интересный городок? Это Финики. Финики? Кажется, мы все едем по тому же городу. Нет, нет. Нет, мы уже сменили, Лен. Финики. Финики. А, финики. Финики, финики. Ну, вот я говорю, смотрите, красивые, да, на берегу моря. Но у нас-то наши все в Аланье едут. А вот сюда, допустим, просто сложнее добираться, наверное, транспорт не ходит. Нет, может, это апельсины. А как так у них есть, смотри, есть которые можно есть, да, мандаринки? Есть декоративные. А есть декоративные. Ну, и вот таких у этого. Мы когда приезжали как-то осенью или зимой, какие вкусные апельсины. А вот здесь порт на Анталийске похож, да? Вот как в Анталии ты идешь. Ну, Марина, да, так и здесь. А, мне кажется, все. Ну, да, в себе тоже такой же порт. Бегериси. Смотри, дай моя, как тесно, да, постройка? Да, у нас пицца даже есть. Смотри, друг на друге. Мигрос проезжаем. Не то ванна, не то катер, да? Что это? А, катер. Что-то задом сдаешь. Нет, он продукты привез в Мигрос. А Мигрос у нас там будет, да, куда мы едем жить? Да, я очень надеюсь. Мне Ваня там наказывал купить. Не, мне самой Мигрос нравится. Я там луков домой куплю. А Мигросы тоже? Не, мне кажется, Ваня мне говорит, Лена, мама, мармеладки купи. Убил серпантин какой, да? Смотри, остановились, сели за столиком, да? С тобой, да, столик и под деревом одиноком. Да, термос унес. Ю, а ты видел этот знак коровы предупреждающей? Никого нет вокруг, да. Так что коровы здесь могут выйти на дорогу. Откуда? Не знаю, откуда этот знак мы видели. Но забыли, как в Грузии поросята бегают, вот так едешь в горах, и поросятов были. Нет, там в Грузии коровы были уже. Не, не поросяты, а козлы. Там и козлы, и коровы, и кого только нет. Смотри, серпантиновая дорога. А ты снила этих джейранов. Да, и тебе скинуть их? Да, снила. Конечно. Тихо, на картину. Все. Как будто маслом написали. Тихо, Юра, ты это... Слушай, а это в Черногории, кстати, очень похожи такие вот пейзажи были. Юра хотел пальцем. Хорошо, тут много наставников едет. Это вообще... Вместе с ним в машине не дает расслабиться. Бедному. Не, красивая дорога. Просто реально очень-очень красивая. Угу. А море, посмотрите, какое спокойное. Ни единой волны нет. Это мы все же в Средиземное едем, правильно? Понимаете, ничего не скажу. Все, Юра хочет... Да нет, это не частный. Почему, Лена? Хотите, давайте остановимся. Вот машину ставьте вот сюда. Да. Пойдем, мы скупаемся. Мы в купальниках. Почему нет? Когда ты еще в таком месте побываешь? Все. Прибыли. Туда. Молодец, Юра остановился. Чтобы мы полюбовались вместе с вами такой красотой. Он говорит, я не могу. Говорит, мне нужно обязательно, говорит, помочить ноги. Все, пойдемте. Какое шикарное место. Мы в купальниках уже все. Можем искупаться. Идемте туда, в подземный переход. А? Подземный. Все, пожалуйста. Прозрачная, прозрачная. Все, все, хорошо. Так, как нам туда спустят? Они же не треялись. А-а-а. А может, через дорогу? Я посмотрела, думаю, подземная. Подземная. Ух ты. Боже, какая красота. Сейчас нам надо под землей перейти на, под дорогой. И мы с вами будем на самом чудесном пляже. Такой интересный проход, да? Кто не знает и не заметит. Ух ты, кто пёсик тут спит. Ух ты. Ох. Смотрите. Ну, здесь, наверное, платный, конечно, лежак. Я в этом не сомневаюсь. Ох. Ух ты. Все. Пойдемте купаться сейчас. Здесь специально завезли вот такие вот камушки белые. Кафешечка. И вот люди сюда приезжают. Навесики тоже есть. Можно попить турецкий кофе. Что-то соскучилась за три дня по турецкому кофе. Потому что здесь в отеле кофе был жуть. А здесь вот прям пахнет кофе. Рис для деток, смотрите, сделано маленькую. Как вам такое место? А Юра вон там пошел купаться. Ой. Как водичка? Да? Так. Тут нужна специальная обувь. Она у меня в машине. Ну и что. Сейчас окунемся. Ой. Пока нет. Не, нормально. О! 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 Вот он. Скажи. Вообще, Каль. Шикарно. Вода чистенькая. Спасибо, вино. Значит, получается пляж, как называется? В Финяке. Вот девочки тоже взяли машину на прокат и путешествуют. Им этот пляж очень понравился. Вы же не первый раз сюда приехали? Нет, сюда можно. У нас тут тоже, потому что надо здесь. А мне очень понравилось. Да, фантастика. В общем, Финяке, мы теперь знаем, как это место называется. Присоединяйтесь. Приезжайте, берите машину. 40 долларов. Да, конечно, такая красота здесь. Как не купаться? Надо купаться. Всё, Юрочка, спасибо тебе большое за то, что остановился. И мы имели все девочки во главе с нашим мальчиком здесь искупаться, показать людям такое прекрасное место. И я вот здесь вот нахожусь, да. Какой хороший мальчик. Хочу сказать спасибо, Боженька, за всю эту красоту. Здесь получили массу удовольствия. Сейчас выходим. Я думаю, зрители тоже вам понравился этот пляж. Он муниципальный. Вход сюда там несколько лир стоит. Но мы отправляемся дальше с вами. Прекрасное место. Накупались, переоделись и идём. Всё, поехали дальше. Наш путь лежит с вами дальше. Всё, отправляемся. Сюда видите, сколько местных приезжает. Представляете, оказывается, машину. 40 долларов можно взять в машину. Ребята приехали на 16 дней. Мы уже тоже думаем, в следующий раз обязательно полетим на самолёте. Возьмём здесь машину на прокат. И отдохнём. И ребята отдохнут. Хотя Юра, конечно, он говорит, что... Я ему, конечно же, верю, что ему в радость вот так вот путешествовать. Он устает, но так, не сильно. Он любит путешествия. Вот мой Юра, вообще не любит. Всё, мы сейчас отправляемся. Спасибо, ребята, всем нам. За такую дружную компанию. И за то, что, Юра, ты нас привёз в такое прекрасное место. За то, что все на одной волне. Финики. Следующая остановка будет Каш. Это будет, мне кажется, не менее живописное место. И вызовет такой же у нас восторг. И вообще, мы такие люди, у нас всё вызывает восторг. Апельсинки, лимончики, авокадо, финики. Вот всё, что... Помидорчики. Поэтому всё вокруг вызывает десять на восторг. Ну что, поехали дальше. Сбором. 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 Пытаюсь через Лену поснимать. Чистейшая вода, красивейшее место. Не знаю, насколько вам камера передаёт. Вот оно. Здесь прямо вот этот палатку ставь, да? Ага. И живи здесь. Ну а мыться-то где будешь? В море. А там душ есть, ты же видела. Душевые есть. Всё нормально. Всё. По Родосу едем. И пляж такой это. И главное, душ торчит, слышите? Я подошёл, он рабочий, водошла. По Родосу тоже на машине, да, ездили вы? Да. Постоянно. Это мы с машиной там вообще делать нечего. Мы кабриолет брали. Просто так, чтобы пофоткаться. Ну, в смысле, мы поездили день на нём? Ой. Ну, такая фигня, блин. С крышей жарко. Без крыши печёт. А у него нету, что ли, этого кондей внутри? Да был, но всё равно. Какой там кондей он такой? Родван, короче. Старенький. Красного цвета. Панты, в общем, называется. Да, Панты. Димре, ага, въезжаем. Семь километров написано. Димре, Кекова. Кекова, ага. А я не знала, что по этой дороге, кстати. Ну, я была здесь, в Димре, Кекова. А ты на экскурсию с Анталией ездила? Мы с Андреем, кстати, ездили в Димре, Кекова. Смотри, как красиво. Ой, как мы могли. Мы, когда же, вспомни, когда первые разы приезжаешь, все экскурсии берёшь. Вот самые первые разы в Турции. Вот ты приехала там на 10 дней, и там сразу у тебя экскурсии на 6 дней вперёд. Мы тогда и в Памуккале умудрились съездить. Ну, у нас отель, я говорила, был немецкий, ни с кем не поговоришь. Пожалепа такой, да? Да, и мы на все экскурсии, какие были, мы на все съездили. Поэтому проезжаем теплицы. Смотрите, огромное поле, всё с теплицами. Какие они всё-таки дружиньки, да? Угу. Они по три раза... Сколько людей находят, чтобы обрабатывать... Ой, не знаю, не знаю. Вот. У нас в нашей жизни бы не нашли. Мы практически доехали уже до посёлка Каш и остановились вот так вот полюбоваться. Здесь, смотрите, такая смотровая площадочка. Вот. Смотрите. Яхты стоят. Ой. Как бы мне туда не улететь, к этим яхтам. Вот так я вам... Ой. Увеличу, чтобы вы всё тоже посмотрели. Вон, смотрите, под парусом кто-то ходит. Вот она красотища какая. Вот она прелесть путешествия на машине. Красота, да, друзья? И город. Интересно, как этот город маленький назывался? Здесь такой забор неустойчивый, что можно туда просто опрокинуться. Вот. Получше он увеличил. Вот так вот. Маленький кусочек края. Шикарная, да? Угу. Много серпантина, конечно, было. Ушки закладывала. Но в целом все вот эти виды живописные, они нам создают шикарное настроение. Вот там под парусиком кто-то ходит. Фантастично. И вы знаете, каждый друг другу рассказывает. Каждому хочется поделиться этими эмоциями. Понимаете, ты поделился, вроде как... Ну вот я не знаю, оздоровился. Поделился, оздоровился. А мне кажется, поймут... Поймут только вот, ну, люди. Кто путешествовал так же, кто любитель вот ехать на машину. Вот это передается. А здесь красиво. А вот эти впитали красоту, поехали дальше за следующую. А мама мне тоже говорит, охота вам на машине. Ну, это вот люди, которым ехать. А нам охота. Вот он. Слушай, какой-то... Какой шикарный пляж мы проезжаем. Не, я мечтаю на самом деле до Стамбула доехать тоже вот так вот. Посмотреть дорогу. Это мраморное море какое. В нем скупали. Ну, мы в мраморном там аж были. Но мы не купались. Ну, принцевые острова. Вот мы с Оксаной хотели на остров. Но не успели. По времени не хватило. Ну, все время мы куда-то не успевали. Не носились, да. Все время, каждый день не успевали. Ух ты, смотри. Это же бывшая Греция, да? Ты правильно говоришь? Это с тех времен, интересно осталось. А, это бывшая Греция? Ну да, земли бывшие. Чувствуешься, как интересно. Какой пляж. Интересный пляж. Хотель вот какой сбоку. Какой-то отельчик небольшой, нет? И вот. Что мы говорим? Нет, а мне кажется, это у них зоны такие, как есть Димчай. Здесь такая же зона. А это пляж, да? Видишь, сколько машин приехали купаться? Автобус. Автобус. Опасная ситуация. Автобус. Фитхия 105 километров. Каш закончился. А как же закончился Кашевский? А, это мы в Каши остановились. А куда ж мы на пляж-то едем? А, вот это да. Так он дальше, Кашевский пляж. Так уже закончился Кашевский. Так вот, ну, нам же еще 30 минут ехать. 20 минут. Ну, Юра забил же этот. Ты же сказала, тут Кашевский пляж. Юра же забил Кашевский пляж или как Кашевский пляж? Кашевский пляж. Нет, не Кашевский пляж. А, Каботаж он забил. А, может быть, это уже не Кашевский пляж? Нет, как это? Может, все пляжи там приплечены. Ну, дальше, дальше. Смотрите, сейчас перед нами, мы сейчас увидим, смотрите, какие красивые парусники. Подождите, товарищи. А домики какие? В Черногории, да, очень. Да, очень похоже на Черногорию, потому что кирпичные крыши и горы. И здесь такие зеленые. И зеленые. Нет, на старости нет. На старости лет. Вон они, парусники. О, Юра говорит, Леня говорит, ты смотри, ты мне рассказывай, что там. А то ему тоже хочется посмотреть. Юра, а тебе знаешь, что нужно было? Видеокамеру. Короче, тебе нужно видеокамеру. Да вон она у меня есть. Только страшно ее было вешать. Вы знаете этот анекдот? У проститутки спрашивают, как мы смогли так быстро нас обогатить? Она говорит, просто я всегда с собой беру видеокамеру. Ахахахахаха. Вот так вот. Вот, видите как. Вот здесь как дорога такая серпантинная. Слушай, люди где-то маленькие закуточек нашли, остановились, чтобы посыпать вот эту вот красоту. Прикол вот этого пляжа, капутаж. Смотрите, все занято. Все, вот это все машина. Я чтобы ее паркалась и не было. Смотрите, вот шли на машине. Нереально вообще встать. Вот это что за место такое. И оно где-то еще внизу к тому же находится. Но здесь сюда приехали все местные. Что вообще. И причем сегодня же среда у нас. Вот лестница. Они поднимаются. Сейчас, сейчас, сейчас. Юра, смотри внимательно. И встать вообще некуда. Нереально. Мы его забили. Вот доехали. Что это? Туристы или что? Местные не работают. Смотри, а вот у нас показано еще 8 минут ехать. Юр, нам 8 минут еще. А оно все, вот все в машинах. Вообще негде. Ну будете, хоть выйдите, поснимите. Хоть что-то покажете. А как выйти, поснимайтесь. Тут встать негде. Не, Юр, да. Давай как-нибудь встанем нормально. В общем, везде по обочине стоят машины. Да. Какое-то, видимо, здесь это прям место. Какое-то супер популярное место. Ноу паркинг написано. Что там, вода? Нету парковки. Здесь могут машину забрать. 35 лир. Ну все, короче. Жалко, конечно. Ну а что это? А, ну вон у нас. Ну ладно, бог с ним. Да, я так считаю. Если не надо, тогда что мы будем парить? Вниз. Красота, посмотрите. Ну красота. Ну красота нет. В белой песочке. Ну что, поставим там, дойдем. Что? Не, Юр, машина далеко. Не дай бог эвакуируется. Все не вещаем. Да. И останемся. Мы в Турции жить на этом страже. Не будем расстраиваться. Мы едем. Думаю, что более... Да, Люденис считается еще лучше. Да, лучшие места. Поэтому проехали и проехали. Что теперь? Саша Шпак здесь живет в Калкане. Калкан, пойдем в Костю зайдем. Он тебя что знает? Что? Мы его знаем, скажем. Извините, мы тебя знаем. Саша, мы тебя знаем. А он куда-то уехал. Ну может быть. Я Калкан знаю только потому, что он только покупал недвижимости. А у него здесь вилла, да, у Шпака? Ну была вилла, я не знаю, что там продам. Не продам. Так, вот, видишь, витхие. Все правильно едем. Несколько километров? Пока не написано. Не написано. А у нас пока на этом написано. Ну что было? Сейчас где-то где-то 97. 88. Один час двадцать девять минут. Вот, вот указатель. 82 километра. Едем с вами. 4406 километров от дома поехали, я бы сказала. У него там стоит. Засекал, да? Нет, сбрасывал, да. 4 тысячи, это обалдеть. Это сколько, интересно, от Москвы до Владивостока? Мы бы уже доехали. Там семь суток почти едешь до Владивостока. Где она спросит туалет, сколько километров от Москвы до Владивостока? 9 тысяч километров. Я чуть-чуть не угадала. 118 часов. Ну вот. Техническая остановочка. Мы сейчас выберем все мороженое на заправочку. На улице. На улице. Всякие тут сувенирчики. Так. Выбираем по мороженому. Вот это я ела несколько раз. Вкусно. Хочу чуть тоненько попробовать. Вкусно. Оля, это какой-то. Вкусно. 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 Здесь практически все одно и тоже. Та будешь в Микросей подвезนая? Магазины вот эти вот и им все. Но здесь очень щелчишь. А здесь видите. Такая дорога идет, как в кипят.... Так себе. Ну вот, как в кипяте. Это Махаля. Как называется? Все исчезло я не могу сказать. Все, пропало название. Махаля. Мы к этому о людине ж подъезжаем. Да. Мамм. Вы опять смотреть едем в какой-то маленький, такой Уютненький городок все ближе и ближе мы подъезжаем к нашей цели у нас смотрите показывает навигатор 4 километра ехать 36 минут значит здесь наверно такая то ли серпантинная дорога друзья добро пожаловать воду валю денис в которой мы ехали два часа проехали там три километра образно еле-еле еле-еле нашли парковку я думаю что это того стоит давайте посмотрим самый красивый пляж турции как нам говорят что прям красота необыкновенно что огромное количество машин сюда приехала поэтому давайте стоит ли вот это того летать али денис что с собой представляет огромное количество людей магазинчики очень жарко идем прямо очень конечно сами сняли отель и и думаю сейчас так как близко мы заедем сюда просто покупаться на часочек и это поем дальше вот если бы мы знали что такая пробка мы конечно ни за что бы не заехали ну что теперь поговорится мы уже с вами здесь так что такое дельян 20 маркет а зачем нам что надо мы до едем дальше на улице такая жара что наверно техника вот-вот перегреется здесь кафешки кебаб 52 а 520 мир а с кебаб смотрите с курицы 520 лир а кебаб с мясом 710 лет умножаем до 28 но здесь всякая вот это пляжная трибутика мы с вами сейчас выходим на пляж то место куда мы ехали так вот это все выглядит вот так вот улица чтоб понятие было у нас горы вокруг очень много людей стейки кафешки на каждом углу омлет 110 омлет сыром 240 литр так что здесь водичка мороженое что мы видим мы видим песочек сейчас посмотрим заход лежаки смотрите ой-то хочется уже быстрее воду зайти так здесь душ туалеты на пляже так сейчас спустимся вниз вот так все это выглядит а люди вниз ухты сел вон они видите в небе парят здесь тоже мелкая галька так вот здесь вот она уже мелкая здесь специально обуви обалденная да вода она везде обалденная вода такая жара на улице вода конечно цвет классный тоже очень-очень много ночи с ребятами сделали вывод что хорошо что мы посмотрели допустим я алю денис я вали денис отдыхать не очень хочу вода необыкновенная вот она смотрите ну заход ей же и более такие крутые пляжи песчаный это вода знаете как черногории напоминает здесь очень много людей и дорогущие отели и очень высокие цены на сувенили на еду на все здесь обычная лепешка там стоит почти 1000 рублей ну и видели я и яичница там тысячу на наш взгляд что сюда ехать потому что допустим в той же алании также круто есть короче знаете как вот вы тоже не ставим смотрели я думаю вы тоже сделаете вывод мы сюда очень очень долго ехали очень поэтому осень приехали посмотрели покупались чистейшей воде на на везде чистое море есть море и поедем с вами с вами дальше пить и как тебе честно ну посмотрели и галочку поставили то же самое наверняка здесь конечно есть ну крутые одни наверно с пляжами со своими да ну с выходом но то что вот здесь что вы сегодня увидели ну так а мне вот это по нас туда мы заезжали купаться хиньеке а еще день сейчас посмотрим как у нас будет там и куда мы едем как вы мои дорогие довольны ли отдыхом самое главное чтобы были довольны чтоб на ваших лицах всегда сияла улыбка и в глазах ваших был блеск от радости от солнца наслаждаемся моментом так лена размечтала сейчас прием в отель и нам шампанское холодное вот хорошо в воде вот такая жара после из воды выйти очень нереально вот она общем подведем итог лена говорит что и что и тут отели не до нас чтоб с выходом на море напишите если тут отели со своим пляжем в общем меня честно алю денис разочаровал ну я просто ожидала там увидеть вот мне море она бесподобно да но везде где мы были она везде бесподобно но вот так вот я думаю что это вот такой вау-вау но блин вот что пляж клеопатра все то же самое согласитесь ребят вот хоть вы благодаря нашим видео будете знать я тоже сюда мечтала попасть и лена давай поедем в ледонез ягода ценник неподъемный все идем ли ценник неподъемные правильно сделали по поводу цен чтобы не поверили так турецкий завтрак 350 лир умножим на 2 и 8 тысячи рублей что еще посмотрите мороженое 394 то есть вот цен это кока-кола 95 лет почти 280 рублей так что суть если 140 вот я вам показываю поближе 150 лет в общем пицца 320 лет 350 лет поэтому не знаю напишите что если они права что если ледонез круто мне он таким не показался супер молодец хорошо летел его снил она для других платформ в телеграме смотреть не забывайте подписываться на телеграм там я выставляю вообще все ежедневно поэтому там вся интересная информация здесь что у нас пока здесь здесь может быть пицца по 290 370 завтрак 340 440 лет в общем салаты 285 цезарь 340 лир 340 мы умножаем на 2 и 8 вот столько получается показывала ой какой старичок какой-то в отец есть 325 евро в центре 7 евро не в лирах я-то иду тоже конечно она в евро и 25 евро просто 25 рублей все уходим с вами к нашу машине надеюсь выезжать будет гораздо легче чем заезжать так что следующая наша остановка петли я надо сделать на этом буду сам заканчивать видео для того чтобы встретиться вновь в следующем видео мы уже с вами будем здесь и свежим хитхи я